Рождественский фестиваль – настоящий праздник, где гостей встречают стихами, песнями и народными гуляниями. Из-за пандемии в году минувшем он прошел в онлайн формате. Нынче в Ярлюби вновь пришли сотни поклонников творчества нашего знаменитого земляка. Раньше не знали, что некоторые стихи, которые известны, и песни, которые поют, написаны на самом деле на слова нашего земляка. Очень приятно. И, как всегда, в воздухе витает атмосфера веселья и творчества. В этом году фестиваль решили отметить масштабно. Десятки творческих площадок, самое главное по традиции – литературная. Каждый мог выйти на сцену и прочитать стихи любимого поэта. У Натальи Фоминой из села Березовка Первомайского района уже семь дипломов за победу в Рождественском поэтическом фестивале. Она рассказывает, что на этом останавливаться не собирается. Нам здесь очень нравится. У нас даже с деревни в этом году не приехали, а мы просто прямо едем сюда отдохнуть. Здесь такая природа, здесь такие люди. Вообще нам очень нравится здесь. Просто тянет сюда, едем и все. Но утро танки вышли прямо к хинкам, те самые, с крестами на броне. Изюминкой фестиваля стал концерт московской группы «Кватра». Перед выступлением музыканты посетили музей Роберта Рождественского. Нам признались, что песни, написанные на стихи поэта, занимают в их репертуаре особое место. Для нас попасть на родину Роберта Рождественского в Барнаул, у нас впервые этот опыт. Мы были здесь уже с сольным концертом, но так, чтобы участвовать в фестивале Роберта Рождественского, это впервые. И для нас, конечно, это большая радость, большая честь. И что мы отметили для себя, то, что люди действительно знают Роберта Рождественского, любят его. Его стихи, его песни поют все, все знают слова. Это настолько, мне кажется, правильно, чтобы люди знали своих героев в лицо. Выходил из дома бывший пророк, который на свете все уже рассказал. Завершился 14-й фестиваль Роберта Рождественского традиционными литературными чтениями. В этом году стихи читали поэты Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Новосибирска. Организатор фестиваля Алексей Панюков говорит, с каждым годом интерес к фестивалю становится все больше. Постоянно возникает вопрос о том, что будут ли рождественские чтения в Косихе, в каком формате, как они будут проходить. И когда мы отвечаем на вопрос, что да, действительно, они будут, все очень рады. И очень большое количество заявок поступает, и как и на песены, и на поэтический фестиваль. Мы просто даже не успеваем всех их здесь показать. Тем временем организаторы признаются, несмотря на то, что фестиваль только подошел к концу, они уже начали подготовку к следующему. Ведь юбилейный уже не за горами, а это отличный повод, чтобы встретиться еще раз. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, День с толком.